Добрый вечер! С нового учебного года в сфере дополнительного образования вводятся сертификаты. За каждым таким документом будет стоять определенное денежное содержание, поэтому владелец сертификата получит право бесплатно получать услугу в учреждении дополнительного образования. Что принесет это нововведение участникам процесса, родителям, педагогам и, главное, детям? Об этом мы будем говорить сегодня с директором департамента образования Татьяной Мостовщиковой и руководителем учреждения доп. образования поиск Ириной Шейфер-Грушко. Если у вас будут вопросы, вы можете их задавать, а наши гости постараются ответить. Телефон прямого эфира 25 14 05. Здравствуйте, Татьяна Михайловна, Ирина Анатольевна. Кто не нравилась в стабильной, хорошей, благополучной, достаточно эффективной системе дополнительного образования? Какие изъяны в ней? Ну, наверное, нужно говорить не об изъянах сегодня с введением сертификата, а прежде всего нужно говорить о том, что сертификат, он дает возможность родителю, ребенку сделать индивидуальный выбор. Оттого и название персонифицированное дополнительное образование, финансирование дополнительного образования. Что сегодня происходит? Приходит родитель, пишет заявление, и если есть в учреждении те направления, которые ему нравятся, он определяет тот или иной кружок. По сути, не идет уже в другое учреждение. А здесь есть большая возможность, что в реестре родители ознакомятся вместе с детьми, возможно, даже на семейном совете, ознакомятся с реестром образовательных программ и выберут именно ту, которая им необходима для развития ребенка. То есть, если сейчас мы можем зайти на сайт конкретного учреждения дубобразования, например, ДДТ или поиска и выбрать кружок, то это будет уже реестр всех услуг дополнительного образования в городе. В том числе и музыкальные школы, школы искусств, частные структуры. Да, конечно, и частные структуры тоже. То есть, выбор больше предоставляется родителям и их детям в выборе программы дополнительного образования. Татьяна Михайловна, но ведь сегодня тоже есть выбор. В принципе, может быть, действительно, у человека не хватает времени съездить что-то там, узнать в одном образовательном учреждении, в другом, но выбор-то все равно присутствует. Выбор, конечно, присутствует, но мы говорим именно о реестре образовательных программ в муниципалитете. И далее реестр программ будет расширяться в рамках округа. А как это связано с сертификатом? Все-таки и реестр и сертификат. Реестр – это реестр образовательных программ. И для того, чтобы участвовать в какой-то программе, заниматься по какой-то программе, будет выдаваться сертификат, который будет определять стоимость реализации данной образовательной программы. Будет все. Первыми сертификатами ведут учреждения дополнительного образования поиска и Дом детского творчества. Однако уже в январе 2018 года к этой системе присоединятся музыкальные школы и школы искусств. Мы побывали на этой неделе в поиске и посмотрели, как настроены педагоги на столь близкие перемены. Давайте посмотрим сюжет. Две подружки-восьмиклассницы вот уже пять лет не изменяют своему хобби. Им нравится шить. Раскроить платье, смастерить из шелковой ленты причудливый цветок – не проблема. Они считают, что эти навыки помогут им всегда прекрасно выглядеть и экономить семейный бюджет. Мы умеем шить. То есть, может, даже в какой-то мере чуть-чуть лучше, чем наши одноклассники. А также мы создаем свой индивидуальный какой-то стиль. И к нему также подбираем аксессуары. Преподаватели начали срочно менять свои программы. Теперь они должны выглядеть максимально презентабельно, чтобы понравиться родителям. Мама и папа серьезно подумают, прежде чем отдадут свой сертификат на тот или иной кружок. Ведь сертификат на каждого ребенка будет только один. А значит, ответственность за этот выбор возрастает. Прежний материал может оказаться невостребованным. Дети сейчас абсолютно другие, чем были раньше. Сейчас им интересен не только пошив, но и в общем образ. Это и прическа, и макияж, и дополнительные аксессуары. Всякие шарфики, туфельки, сумочки. По мнению Натальи Чепкасова, эпоха, когда можно было 20 лет работать по одной и той же программе, ушла. Сейчас в дополнительном образовании выживут те, кто следит за современными тенденциями. Я направление взяла вообще новое в этом году. Я провела мониторинг среди деток и родителей. Последний опрос показал у меня, что очень заинтересовались сейчас модным таким направлением Канзаши, хотя и этому направлению очень много-много лет. Сегодня в поиске работает около 30 различных кружков. Лего-конструирование, электротехника, народный вокал, хореография, изобразительное искусство. К предстоящей сертификации педагоги относятся по-разному. Конечно, беспокоятся в том числе и за свою зарплату, ведь она будет зависеть от того, наберет ли педагог нужное количество детей. Если педагог не наберет нужное количество детей, он не получит свой процент заработной платы. Это очень плачевно, конечно, но и тем не менее, это есть тот стимул, который сегодня стоит перед педагогом, чем он может улучшить эту ситуацию. И я так думаю, что из доп. образования случайные люди уйдут. Марину Валиулину перемены особо не пугают, ведь хореография сегодня в тренде. Она ведет несколько групп и все заполнены до отказа. Однако прежняя система была стабильной и понятна, и многие педагоги в недоумении, зачем нужна очередная реформа. Я работаю больше 20 лет. В принципе, схема, которая была в дополнительном образовании, мне понятна, прозрачна и меня устраивает. Но мы живем в век прогресса, все меняется. И я надеюсь, наше правительство, те органы, которые эти новшества вводят, они все продумали, и это будет только плюсом. Выбор родителей, конечно, не обязательно будет зависеть от качества преподавания. Сертификаты могут уйти в такие структуры, как частные языковые школы и центры по подготовке к ЕГЭ, поскольку это связано с успеваемостью в школе и дальнейшим поступлением в ВУЗ. Существуют и опасения, существуют и какие-то положительные моменты. Опасения в том, что мы можем потерять какую-то часть наших ребят. Вот это самое важное, и чего, конечно же, мы боимся. А вот инициаторы реформ уверяют, сертификаты, наоборот, помогут привлечь в учреждения еще больше детей. Столичные специалисты считают, что часть населения вообще не пользуется и даже не интересуется услугами дополнительного образования. И сертификаты должны их как-то простимулировать. Правда, каким образом, пока совершенно непонятно. Вот как мы ответим на вопрос, который прозвучал в конце репортажа, каким образом все-таки авторы реформы собираются привлечь детей, еще больше детей? Почему за счет сертификатов их станет больше? Вы уже увидели в сюжете, у нас очень многие педагоги на сегодняшний день занимаются пересмотрением содержания своих программ. То есть за счет качества? Да, на счет этого мы проводим очень огромную работу, потому что каждый должен понимать сегодня, что программа сегодня должна быть конкурентно способной. Она сегодня должна быть интересной для населения, для детей, для родителей. И, конечно же, все нужно, все усилия приложить к тому, чтобы как можно лучше подготовиться к этому. То есть конкурентно способные привлекут больше детей, остальные просто отомрут. А все ли дети будут иметь право на сертификат? Просто есть информация о том, что это дети будут из многодетных или малообеспеченных семей, или же это будут одаренные. Как с этим дело обстоит? Однозначно. Каждый ребенок нашего города, каждый школьник будет иметь право на сертификат. И, конечно, вот сейчас, когда мы работаем в пилоте, в пилотном режиме, мы определили особую категорию детей, возрастную категорию. Это дети у нас от 8 до 12 лет. Это первое. И, конечно, мы будем включать сейчас и детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы считаем это обязательным просто. А затем все дети, которые имеют право получить услугу дополнительного образования от 6 до 17 лет, они будут иметь право на сертификат. Все ли кружки, которые в поиске есть и в Доме детского творчества, будут переходить на сертификаты в этом году? Ну, в этом году, как уже Татьяна Михайловна сказала, мы, конечно, попытаемся только перевести те кружки, которые возрастом подходят с 8 до 12 лет. Но работают у нас все педагоги на эту тематику. И как бы все стараемся в процессе... То есть со следующего года будет расширяться? 18-го года, 1 января 18-го года, это уже будут все наши направления, которые сегодня имеются. Ну вот, как мы сказали уже в репортаже, педагоги переживают, да, что ребенок может уходить из кружка. Как это будет? И в то же время заработная плата педагога зависит от этого. Присутствует у него этот ребенок в кружке или нет? Ну вот, я еще раз повторяюсь, поэтому сегодня каждому педагогу дана задача, и как бы каждый педагог понимает, что сегодня это его, в его силах пока эту ситуацию исправить. Придумать, каким образом он может донести информацию о своей программе, о своей работе, о той эффективности этой программы. Мы сейчас говорим немножко о другом, о том, что дети все-таки склонны, да, переходить, менять деятельность, это нормально для такого периода, как детства, да? Безусловно, безусловно. То есть, если ребенок уходит, деньги уйдут тоже от этого педагога, да, получается? Да, они вместе с ребенком, деньги закреплены, именно вот этим сертификатом, деньги будут закреплены за ребенка. То есть, он может потерять заработные плати, если ребенок ушел, или на его место. Вы знаете, я бы хотела здесь особый акцент сделать, и я чувствую, что наши педагоги понимают, мы видели это сейчас в репортаже, что на самом деле ведь само название персонифицированное финансирование, да, это нам позволит вкладывать средства государственные конкретно в ребенка и развивать его целенаправленно. И на сегодняшний день совершенно нормально, как вы говорите, что можно в течение года пришел в один кружок, затем ушел в другой, и в это время деньги пойдут тоже за ребенком. Вот такое подушевое финансирование, которое сегодня очень четко определилось в системе общего образования, оно приходит в дополнительное образование. Деньги идут за ребенком. Они важны для того, чтобы предоставить ему качественную образовательную услугу. Это очень правильно. Он уходит из кружка. Вот если он, например, ушел в шахмату, перешел на пене, он сразу же может перейти или только с нового учебного года? С нового учебного года он может перейти. Но я думаю, что это как раз вот те некоторые проблемы, которые сегодня увидели в пилоте. Ведь невозможно, если он пришел в сентябре и проходив месяц, что вполне вероятно для детей, особенно начального блока, они захотели пойти в другой кружок, на котором он просто, ему действительно важно и интересно. Может быть, и по состоянию здоровья тоже могут быть такие проблемы. Поэтому ждать целый год изменений, конечно, просто неправильно. Это и сертификат не будет работать, финансирование не будет. И ребенок, что самое главное, а мы делаем самое главное для ребенка, он не будет ничем заниматься. Поэтому я думаю, что по итогам как раз вот окончания эксперимента, в частности, мы готовы нести это предложение и снять эту проблему. Напоминаю, сегодня мы говорим о введении сертификатов в сфере дополнительного образования. Телефон прямого эфира 25 14 05. Какая денежная сумма идет за сертификатом? Стоимость сертификата будет рассчитана, но она будет обозначена такой, которая и сегодня, на сегодняшний день тратится на одного ребенка, которая выделяется на одного ребенка для учреждения дополнительного образования. Она будет одной, единственной для всех участников этого учета. Сколько можно будет кружков посещать на сертификат? Вот я слышала, что в Москве два кружка помещаются в этот сертификат, плюс спортивная секция. Как это в Невцюган? Сегодня точно не определено количество. Мы тоже вот сейчас в рамках пилотного режима определяем, но мы как понимаем, что это будет тоже не бесконечное количество, это будет ориентировочно два, может быть, плюс, если два кружка, и плюс спортивная секция. Возможно, это будет так. Но, тем не менее, это сейчас отрабатывается в пилотном режиме, и у наших коллег сургуте, которые начали работать и работают уже практически год, они тоже видят и понимают, и это важно и в педагогике, и в воспитании детей, чтобы определился для своего дальнейшего развития и нашел себя непосредственно в той сфере, в которой есть у него склонности, он может здесь заниматься и по состоянию здоровья. И, как правило, конечно, в связи с этим не может быть более двух-трех кружков. Поэтому ориентировочно это будет так. Но опыт, вернее, пилотирование покажет, и мы придем к какому-то заключению, которое будет в интересах ребенка. И у нас есть звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лидия. У меня вопрос к Татьяне Михайловне. Скажите, пожалуйста, вот эти сертификаты будут ли в дворце спорта, такие как Жемчужина, Югры, попадать в сертификаты? Спасибо за звонок. Сразу хочу сказать, что это касается учреждений дополнительного образования. На сегодняшний день есть кружки дополнительного образования. Естественно, в нашем образовании есть в культуре. В спорте сейчас одно дополнительное образование, но оно тоже выйдет из этой системы. Поэтому спорт в систему персонифицированного финансирования не будет входить. Ну, телезрители немного предвосхитили, так скажем, развитие нашего разговора. Об этом мы бы с вами в любом случае поговорили, конечно же. Вот конкретный пример приведу. Занимается у меня сын робототехникой, допустим, в Доме детского творчества. На следующий год захотел он заняться электротехникой. Кружок расположен в поиске. Это бесплатно будет, если я, например, получила сертификат на робототехнику? А у нас кружок электротехники тоже сертифицирован. Как это будет происходить? Если стоимость кружка робототехники по сумме войдет в количество сертификата, то и может, если у вас останутся деньги, то вы можете воспользоваться остатком суммы, вы можете воспользоваться другим направлением. А если случится так, что стоимость сертификата будет аналогична стоимости кружка робототехники, то, к сожалению... А может получиться так, что еще придется даже доплачивать кружок настолько дорогой, что придется доплачивать даже за один кружок. Если у родителей будет интерес к какому-то направлению, но, к сожалению, это превысит стоимость сертификата, то родитель может самостоятельно добавить определенную сумму, чтобы ребенок занимался по направлению. Но особенно я хотела все-таки дополнить, что сейчас основная задача, которая стоит перед темой дополнительного образования с введением персонифицированного финансирования, как раз уйти от платности, чтобы родители доплачивали. Поэтому сегодня и целенаправленно вы можете выбрать в реестре программу, ознакомиться со стоимостью сертификата, посмотреть действительно все условия. И все-таки речь идет, и самая главная цель заключается в том, чтобы это было бесплатное образование. Не случайно в своем выступлении Владимир Владимирович Путин сказал, что в 2022 году у нас в стране 75% детей в обязательном порядке должны получить бесплатное дополнительное образование. А сейчас они не получают его? Ну, оно же было в принципе бесплатно. Вы знаете, вот если говорить о нашем городе и о нашем округе, у нас это показатель уже сегодня есть 70%, но совершенно точно хочу сказать, что... А в других городах что мешает? У них платное? А вы знаете, система платного образования очень сильно сегодня развивается. И, наверное, это тоже не уйдет. Но тем не менее, все-таки, если это будет финансироваться целенаправленно, то доступное должно быть образование и бесплатное. И у нас есть еще один звонок, давайте как раз на эту тему. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте. Добрый вечер. Задайте свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я бы хотела Татьяне Михайловне вопрос задать. Задавайте. Татьяна Михайловна, скажите, пожалуйста, сертификат будет ли действовать на такие образовательные учреждения, как Евро-школа и Инна-студия, которая вот у нас в городе, в шестом микрорайоне? Спасибо вам большое, очень хороший вопрос. Действительно, сегодня индивидуальные предприниматели, а вы сегодня говорите про индивидуальных предпринимателей, частную школу, они также имеют право предоставлять свои услуги по дополнительному образованию. Для этого, если войдут в реестр, а сегодня у них есть такое право, они подают программу в реестр, программа проходит сертификацию, и вы также можете выбрать эту программу и получить сертификат. Более того, хочу сказать, это одна из важных задач привлечения сегодня некоммерческой структуры к реализации программ дополнительного образования. Это, вот смотрите, вы задаете вопрос, по сути, тот, который сегодня не решается, к сожалению, в учреждениях нашего дополнительного образования. Но эта ниша заполняется индивидуальными предпринимателями, поэтому государство их поддерживает, и они также, вы также можете получить сертификат на получение услуги в частном учреждении, о котором вы говорите, или у индивидуальных предпринимателей. Репетиторство также сюда будет входить? Вы знаете, вот относительно репетиторства, я не думаю, что это правильно. Если оно будет оформлено так же, как индивидуальное предпринимательство, и подготовка, допустим, там дополнительная какая-то подготовка к предмету, да. Но, на мой взгляд, очень важно, чтобы мы систему дополнительного образования не перевели в систему репетиторства. Школа общего образования, она решает свои задачи, и, в частности, подготовка к итоговой тестации, предоставление, подготовка к качественному образованию. А дополнительное образование, оно развивает. То есть оно не должно дублировать школу, так скажем. Оно не должно дублировать, и мы не должны, что, в принципе, такой риск есть. И сегодня в тех территориях, вот я изучала опыт Пермского края, они тоже работают в этом плане, Татарстан работает, что, в принципе, вот на первых этапах есть такие тенденции, когда индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги репетиторства, или частных языковых школ, предоставляют эти услуги, и переходит к РЕН. То есть востребовано то, что помогает подготовиться к ЕГЭ. Мы должны понимать, что дополнительное образование, оно развивает, и оно должно именно такую функцию нести. И очень важный момент, можно я добавлю, пожалуйста, если негосударственный сектор будет представлять серьезную образовательную, общеразвивающую образовательную программу, которая будет утверждаться у нас окружным региональным оператором. То есть все это должно качество проверяться, что предоставляет частных предпринимателей. Да, только в том случае они войдут в этот реестр программ. Извините, одну минуту все-таки хочу сказать о том, что, уважаемые родители, вы должны понимать, в каких условиях работает индивидуальный предприниматель. Вот сейчас были названы два индивидуальных предпринимателя, и частная школа, лингвашкола, это очень хорошие поставщики в услуг, да? Но и обращаясь к индивидуальным предпринимателям, которые будут регистрироваться в реестре, и к родителям, мы прежде всего должны предоставлять качество услуг, а для этого должны быть очень качественные условия. Поэтому нужно прежде всего смотреть условия, в которых реализуется программа. Это и кадры, это материально-техническая база, и это будет определять качество, конечно. Дом детского творчества – самое крупное учреждение дополнительного образования у нас в Нефтьюганске. Здесь занимается более трех тысяч школьников и работает педагог года всей России. Как он и его коллеги оценивают новшества в виде сертификатов, на что надеются и чего опасаются, посмотрим репортаж. Александра Молодежникова представлять не нужно. В своем направлении он лучший. Осенью Александр Петрович победил на всероссийском конкурсе «Учитель года». Казалось бы, уж у него-то волноваться нет причин. На педагога с именем, да еще на такое популярное направление, как робототехника, дети пойдут. Но поводы для переживания, оказывается, есть. Первый – это беспокойство за качество знаний, которые получат дети. Сертификаты будут способствовать развитию короткосрочных программ. Тут может получиться такой момент, что мы скатимся к примитивизму. То есть программы станут более проще, будут такие, знаете, вау-шоу научные. То есть ребенок пришел, что-то сделал, получил эффект вау и ушел. Вот как это совместить с получением новых знаний? То есть если ребенок будет приходить на шоу, ему, естественно, будет больше нравиться шоу. А если он будет приходить на занятия, где надо трудиться и работать, это совершенно другой уже будет подход. Естественно, будут выигрывать шоу. Переживает Александр Петрович и о том, как скажется на педагогах детское непостоянство. Известно, что в школьном возрасте интересы быстро меняются. И попробовав себя в одном кружке, мальчишки и девчонки могут спокойно перейти в другой. В случае с сертификатом ситуация другая. Восстановить его можно будет только с нового учебного года. Между тем, от количества воспитанников будет зависеть зарплата педагогов. Молодежника всю жизнь в дополнительном образовании. И это далеко не первая реформа в его опыте. Тут столько подводных камней. У нас постоянно происходит какая-то революция. Все новые системы. У нас переезд одновременно с пожаром получается в дополнительном образовании. И это уже длится много лет. Нестабильность. То одни требования к учебным программам, то другие требования. То мы будем, допустим, так считать вашу программу. То мы вот так будем считать. То мы ждем от вас вот этих вот результатов. Шахматы тоже не могут пожаловаться на недостаток внимания. Сейчас это перспективное направление, которое внедряют даже в обязательную школьную программу. По мнению Марата Мухаммадиярова, система сертифицирования не повредит педагогам, которые развиваются. Однако она ни в коем случае не должна охватывать всю сферу дополнительного образования. Если брать спортивное направление, то, конечно же, у любого человека должна быть возможность заниматься спортом. Неважно, может он себе это позволить или нет. То есть в этом направлении. Ну а если какие-то такие, скажем так, элитные виды деятельности, которые в силу вложения определенных средств, они должны приносить деньги, они должны окупаться, то, конечно же, родители должны вкладывать. Кружок умники и умницы. Не спорт, не хореография и не техническое творчество. Однако, по прогнозам, именно такие объединения, возможно, будут наиболее востребованы у родителей. Потому что это помощь в учебе. С другой стороны, какой будет ситуация в действительности, сейчас предсказать сложно. Конечно, очень тревожно. Сегодня я имею этих детей, а завтра они скажут, мы не хотим, нам не охоты, и я останусь без этих детей. Естественно, это будет удар по моей зарплате. Это нестабильность, это тревожно. Руководитель ДДТ Ольга Батюкова видит плюс сертификата в том, что они принесут деньги на материально-техническую базу. Сегодня она обновляется только за счет грантов и платных услуг. Однако, если на сертификацию приведут все дополнительное образование, есть риск, что дети, которые сейчас ходят на 2-3 кружка, смогут посещать только один. Тот, что обеспечен сертификатом. Все остальное потребует родительских вложений. Если это будет, например, программа стоит 15 тысяч, а сертификат на 10 тысяч, соответственно, 10 тысяч уйдет на сертификат, а 5 тысяч родитель должен заплатить самостоятельно. И сейчас у нас может один ребенок ходить на 3 направления, а по факту может оказаться, что родителям будет по карману только одно направление. Сейчас специальная компьютерная программа считает, сколько стоит каждое направление. Это будет зависеть от материально-технической базы того или иного кружка, квалификации, педагога и часов, затраченных на освоение программы. Конкретные суммы мы узнаем в мае. Уважаемые гости, есть ли хотя бы приблизительные какие-то цифры, сколько могут стоить эти программы? Вы вот общаетесь с сургутянами, может быть, знаете стоимость какая? Да, мы общались с нашими коллегами из города Сургута. Они уже вошли в пилотный проект с ноября месяца 2016 года. И у них уже, конечно, есть и стоимость сертификатов, и даже они ее спланировали до 2020 года. У них ориентировочно случилось так, что программы технической направленности, они подороже, более дорогостоящие. Получились художественные направленности немножко дешевле. Ну, это где-то в размере 3,5 тысяч рублей. Ну, как бы вот такой расчет у них случился. Но, опять же таки, это очень зависит от нашего бюджета. У нас они очень разные с сургутом. И, конечно же, наша стоимость, она будет на порядок отличаться. В меньшую или в большую сторону? Знаете, здесь нужно вот что учитывать и понимать, что входит вообще в стоимость сертификата. По сути, это аналог стоимости образовательной программы. Мы сегодня знаем, что... Это заработная плата педагога, это материально-техническая база. Материально-техническая база 2, и 50% коммунальных услуг. Она входит тоже сюда. Вот поэтому здесь говорить о том, что резкая будет разница, конечно, нет. Потому что у нас существуют нормативы, и в плане в части заработной платы, они вообще едины по округу. И у нас есть целевой показатель. Поэтому здесь разницы большой не будет. Она, в принципе, я думаю, что округ, вот как сегодня, есть целевой показатель по заработной плате, он также должен удерживаться, потому что есть это указ президента. Другое дело, что для этого педагогу нужно просто поработать очень качественно. И программа должна действительно перевлекать к себе. И должна быть... Вот сегодня очень Александр Петрович правильно сказал, что чтобы это не было шоу. Да, но мы сейчас на этапе пилотного режима и будем работать по краткосрочным программам. А далее это могут быть и не краткосрочные программы, те, которые будут давать конкретный результат. Да, переходный период, конечно, он будет очень сложный, и мы будем много иметь каких-то проблем. Но я думаю, что потом это будут хорошие программы дополнительного образования. А вот в школах у нас есть тоже творческие объединения, в некоторых школах их довольно-таки много, и шахматы, и лепка, и другие. Что с ними будет? Они тоже будут сертифицированы? Те школы, где есть педагоги дополнительного образования, где есть программы общего дополнительного образования, они тоже так же могут участвовать. То бишь им нужно будет тоже зайти в этот реестр, зарегистрироваться и точно так же предложить свой услуг. Я, насколько, Татьяна Михайловна, говорила, что это неурочная деятельность, они пока к этому не относятся. Но сегодня пока речим, такой пока мы результат, вернее, такую задачу для себя мы не ставим. Сегодня мы не будем. А никогда в дальнейшем? Вы знаете, во-первых, мы понимаем систему дополнительного образования как организацию внеурочной деятельности. Сегодня внеурочная деятельность это федеральные государственные стандарты нового поколения. Поэтому сегодня школа не берется в расчет. Сегодня мы говорим только конкретно об учреждениях дополнительного образования и культуры. А вот интересуют вот такие учреждения, как школа искусства и музыкальная школа. Они, получается, с января тоже вступят в эту систему. В общем-то, это предпрофессиональная подготовка, и обучение там всегда было платным. Если ребенок получает сертификат как раз на образовательную услугу, которую предоставляют эти учреждения, он не будет платить, получается? У них там есть два вида программ. Есть профессиональные программы, а есть такие же тоже общеразвивающие дополнительные программы. Вот дополнительные программы, они будут участвовать в персонифицированном финансировании, а профессиональные программы, к сожалению, нет. Понятно. То есть они в любом случае всегда будут за деньги, за родительские. Ну, по поводу спортивных секций вы уже сказали, да? То есть у детей будет возможность, вне зависимости от дохода семьи, заниматься бесплатно, даже не получая сертификат. Правильно? Да, сейчас – да. Сейчас – да. Вот про сургутян вы уже немножко начали, да, рассказывать про стоимость и так далее. Что показывает их опыт? Какое у них впечатление? Какие отзывы? Нравится или не нравится эта система? Ну, конечно, хлопотное это дело, и очень много предложений они нам высказывают своих уже, ну, как бы те шишки, которые они набили, они нам поясняют, и мы попытаемся сделать это, конечно, менее болезненно. Но однозначно… А какие шишки, какие там вообще подводные камни? Ну, у них, видите, у них тоже пилотный был проект, и тоже своя специфика. Не все дети вошли в этот проект, и, конечно же, родители, очень много было желающих, которые хотели бы, очень много было звонков, и поступает до сих пор, нам сказали, вот мы встречались недавно о том, что прям телефон срывает, о том, что жители беспокоятся, где можно взять как, то есть всем хочется, а, к сожалению, не все могут войти в эту систему. И для того, чтобы у нас это не случилось, мы очень постараемся информировать наше население города, очень постараемся сделать доступ родителей на сайтах департамента образования, на наших сайтах наших образовательных организаций, чтобы родители понимали, видели и получали ту информацию, которая происходит по этому вопросу у нас в городе. Да, я вот хотела еще дополнить, что на сегодняшний день у нас Центр молодежных инициатив определен как бы центром работы, чтобы было понятно населению, именно по персонифицированному финансированию дополнительного образования. Сейчас идет подготовительная работа, и сейчас у нас сформирован реестр программ дополнительного образования, который, вот акцент я хочу сделать, я об этом подчеркнула сейчас Ирина Анатольевна, о том, что это будет именно, мы взяли часть только программ, потому что условиями пилотного режима определено, что 10% от имеющихся программ будут включены в пилотный режим, это первое. И второе, вот я бы хотела, чтобы меня услышали индивидуальные предприниматели, с качественным предоставлением услуг, 10% мы, вообще предполагается, что это будут как раз структуры. А сколько будет длиться эксперимент? Эксперимент длится, по сути, с 1 января 2018 года, все войдет в штатном режиме. Но если действительно оценка будет положительная, потому что сегодня в семи регионах нашей страны проходит этот эксперимент, он находится на режиме, вернее, на контроле Министерства образования, постоянно отчеты туда направляются, мнения направляются, изучаться будут мнения родителей, педагогов. И я думаю, что те опасения, которые сегодня есть, они должны просто уйти, и мы должны все сделать, чтобы снять эти опасения и принять какие-то правильные решения вот по этому направлению. Татьяна Михайловна, как все-таки уйти от такого риска, как вы говорите, что дополнительное образование, оно может скатиться к дублированию школы, учитывая, что действительно будет сертификат, и, возможно, придется за какие-то услуги доплачивать? Реально оценивая ситуацию, я понимаю, что на первом этапе это может иметь место. А что дальше поможет изменить родителям свое мнение? Я думаю, что, во-первых, качество предоставляемых услуг, и большая работа школы и родителей. Разъяснительная какая-то, да? Да, какая-то большая разъяснительная работа. А может быть, даже и включение на каких-то этапах родителей, чтобы они понимали действительно, что происходит с ребенком, когда он посещает учреждение дополнительного образования. Есть урок, а есть занятие дополнительного образования. И между ними есть разные функции. И вот эти функции мы должны понимать. Вообще, дополнительное образование, оно дарит все то, что... Ребенку все то, что должно быть в детском периоде. Радость, познавательный интерес, увлеченность. Может быть, действительно... Какой-то может быть даже выбор профессий в дальнейшем. Ведь это некоторые пробы его жизни. Поэтому это не должно идти вместе как-то и заменять... Не должна происходить замена школьных занятий и системы дополнительного образования. Это все мы должны понять. Я думаю, когда... Это же вот конкуренция действительно, и когда уйдут некачественные услуги. Татьяна Михайловна, извините, у нас заканчивается эфир, и я задам вопрос, который, наверное, волнует больше всего родителей. Когда мы начали о сертификатах говорить, есть слухи, есть какие-то опасения, что дополнительное образование станет платным или частично платным. Стоит вообще этого опасаться? Введение сертификатов может в дальнейшем вообще к этому привести? Нет, введение сертификатов к этому не может привести. Но вообще платные услуги, они были и будут, это уже вне программ. Но сертификат, это не цель внедрить платное образование в систему дополнительного образования. Это все должны понимать родители, педагоги. Ну, это цель, в общем, как-то поднять качество, да? Это прежде всего поднять качество. На другой уровень вывести дополнительное образование. Куда родителям обращаться за сертификатами? В ЦМИ, да? В Центр молодежных инициатив. То есть это третий микрорайон? Но все это будет, большая информация будет на сайте нашей администрации, на сайте образовательных организаций и также на сайте Центра молодежных инициатив. И мы эту информационную работу будем проводить очень активно. Когда и где они смогут увидеть стоимость услуг? В мае месяце, я думаю, это уже будет известно. И мы проинформируем в школах, на родительских собраниях. Мы обязательно это скажем всем нашим родителям. Они смогут определиться с выбором на будущий учебный год, на сентябрь месяц. То есть мимо нас эта информация никак не пройдет? Нет, безусловно нет. Спасибо вам огромное за это разъяснение, информирование на такую тему, которая действительно интересует всех родителей. Спасибо. Спасибо. Хороших к вам выходных, уважаемые телезрители. До встречи в следующую пятницу. До свидания.